Объект 940 «Советская опытная десантируемая плавающая командно-штабная машина» разрабатывалась на Волгоградском тракторном заводе. Серийно не производилась история создания. Транспортная база объекта 940 была создана в 1976 году на базе легкого плавающего десантируемого танка Объект 934 «Судья». Работы производились под руководством Шабалина. В середине 1970-х были развернуты работы по созданию автоматизированной системы управления войсками «Маневр». Проектирование командно-штабных машин велось на транспортной базе многоцелевого транспортера «МТЛБУ». По ряду характеристик шасси «МТЛБУ» плохо подходило для размещения специального оборудования и личного офицерского состава, поэтому вызывало нарекания со стороны заказывающего управления. Для устранения замечений и улучшения эксплуатационных характеристик систем командно-штабных машин в январе 1980 года были развернуты работы по замене базового шасси «МТЛБУ» на новое на базе легкого танка Объект 934. К середине 1980 года на Волгоградском тракторном заводе были собраны два опытных образца, а затем отправлены в Минск, где предполагалось проведение масштабных учений «Запад-80», на которой была запланирована демонстрация новой бронетехники генеральному секретарю Эллы Брежневу. Однако, в связи с болезнью генерального секретаря учения были перенесены на 1981 год. Вместо «Элл» и «Брежнева техника» была продемонстрирована маршалу войск связи Айбелову во время демонстрации. Ийбелов заявил, что «нам эти машины не нужны». Через два месяца все специальное оборудование с опытных образцов Объекта 940 было демонтировано, а шасси возвращены на Волгоградский тракторный завод. Дальнейшая работа по созданию командно-штабных машин АСУВ маневр проходила только с использованием шасси «МТЛБУ». Описание конструкции. За базу взято шасси Объекта 934. Машина может десантироваться парашютным способом и имеет оборудование для самокапывания. Броневой корпус и башня. Корпус сварен из алюминиевых броневых листов и обеспечивает противопульную защиту. В кормовой части корпуса расположено моторно-трансмиссионное отделение. Рубка расположена в носовой части корпуса. В рубке расположены отсеки управления и средства связи. Вооружение. В качестве основного вооружения используется 7,62 мм. Пулемет 6П-10. Возимый боекомплект составлял 500 патронов. Также на машине были установлены 4 гранатомета системы постановки дымовой завесы 902Г. Туча для стрельбы 81 мм. Дымовыми гранатами. Ходовая часть. Ходовая часть объекта 940 представляла собой гусеничный движитель с гидропневматической подвеской. Подвеска обеспечивала высокую плавность хода по пересеченной местности. Механизм натяжения гусениц гидравлический. Машина была способна изменять клиренс в пределах от 100 до 500 мм. Для передвижения по воде в корме машины были установлены два водомета, обеспечивавшие скорость плава более 10 км в час сохранившиеся экземпляры. На данный момент один из сохранившихся экземпляров находится в танковом музее в городе Кубинка.